Сегодня Владимир Давыдович Железников сообщил, что умер Василий Матвеевич Смотров. Я вот уже восемь месяцев живу в Кисловодске, как-то постоянно старался следить за тем, как дела у Василия Матвеевича. Когда я уезжал из Старого Оскола в Кисловодск, переезжал сюда. Заходил в больницу к нему. Он был в таком, еще достаточно тяжелом состоянии. И как потом мне сообщали и Саша Кузьмина, и Владимир Давыдович, он из этого тяжелого состояния, по сути, так и не вышел. Оставался лежать, был прикован к постели, ухаживали за ним родные, друзья навещали. Ну и, в общем-то, надежды были небольшие, но, увы, вот они не сбылись. Сегодня, вернее, вчера, вчера случилась такая трагедия. Горе для всех, особенно для близких людей. Вот для чего я сейчас это записываю. Хотелось бы, чтобы друзья, товарищи Василия Матвеевича оставили какие-то воспоминания о нем. Собственно, это я сейчас попытаюсь сделать, только буквально приведу несколько каких-то эпизодов, штрихов, именно таких и тех, которые мало кому известны. Василий Матвеевич работал во многих изданиях, редакциях, повторять не буду, в староскольских редакциях, изданиях. С ним мне удалось плотно поработать в газете города, в Большой Руде, потом в Вечернем Осколе и в Оскольском крае. Он тоже сотрудничал с нами, помогал сильно. Вот его называют, я уже так кое-что посмотрел, первое сообщение в интернете, называют и знаменитым, и известным, легендарным. Действительно, так оно и есть. Даже есть такое понятие эпоха Смотрова, фотографии староскольской. Естественно, эта эпоха никуда не уйдет, она останется на себя в подшивках, в книгах, в которых просто классные фотографии, которые он сам это в себя подчеркивал, отражают время, в котором он жил вместе со всеми, и которое задокументировал. Ну, это все как бы известно, все это такие избитые, в общем-то, слова по отношению к Смотрову, то, что он эпоха. Да, эпоха. Но вот эти вот, наверное, хотелось бы, чтобы еще остались вот эти самые штрихи. И наиболее, вот когда мы работали, скажем, в Большой Руде, в газете города, да и в Аскольском крае, все-таки там, это были официальные газеты, и нельзя было, скажем, развернуться. И мы там такую жизнь, в том числе и творчество, вели достаточно такую размеренную, строгую. Конечно, там тоже были какие-то нюансы, можно что-то тоже и оттуда вытащить из памяти, да вспомнить. Вот. Но наиболее такие запоминающиеся, наверное, вот такие, может быть, яркие эпизоды, интересные, вот они остались, когда мы работали в вечернем Асколе. Антонина Машнина, редактор этой газеты, в общем-то, она всегда что-то такое пыталась придумать, необычное. Вот этим вечерка отличалась. И запомнился один проект, когда у нас было, ты, как говорится, мужика, Сергей Соболев, я и Василий Матвеевич. Он как бы не в штате был, но он плотно сотрудничал с вечеркой и считался просто самым таким обычным членом, чуть ли не штатным, да, нашего коллектива. Так вот, проект был такой. Каждый должен был приготовить свое любимое блюдо или блюдо, которое он лучше всего может приготовить, кулинарное. Да, и потом это все, скажем, должно было вылиться в какой-то материал, в какую-то статью уже в газете. Вот как мужчины управляются, скажем так, вот на кухне. Наиболее креативно подошел Сергей Соболев. А вот, насколько я помню, он купил пакет магазинных, а может не один пакет, ну неважно, магазинные пельмени, приготовил их, сварил, точнее говоря, и вот это вот блюдо мы как бы отведали. Вот. Василий Матвеевич, естественно, еще, по мере всего прочего, по мере дегустаций, он все это фотографировал. Вторым выступал на подиуме, да, на кухне, за плитой, Василий Матвеевич. Он приготовил, скажем так, народное деревенское блюдо. Привез он из его рецепта, скажем так, вот из Воронежской области, откуда он родом, по-моему. Ну, во всяком случае, он часто в летние месяцы туда выезжал, в родную деревню. Вот. И, по-моему, это откуда-то оттуда сам рецепт. Простой. Берешь тыкву, вот, и, по-моему, оттуда немного добавляешь меда и вот в таком виде запекаешь. Запекаешь часа, ну, наверное, полтора. Она становится, типа, мягкой, сочной. Талии развязаешь и, желательно, как он говорил, с молоком. Действительно, получается просто здорово. Вкус обалденный и, главное, это еще и полезно для здоровья. Сейчас я не буду вдаваться в эти тонкости. Ну, там масса-масса таких вот полезных вещей-то получаешь для организма, да. Съедаю вот такой запеченный продукт, как печеную тыкву. А третьим, по-моему, был я. Ну, я-то родом из Амдижана. Узбек, так сказать, хохлядского разлива. Что я мог еще приготовить, кроме плова? Вот этот плов, собственно говоря, я и приготовил. Ко мне пришли, как обычно, все гости. Вот это и Сергей, и Смотров Василий Матвеевич, Антонина. Приготовил. Они, честно говоря, удивлялись. Неужели я действительно приготовлю плов от начала до конца? Ну, все происходило на их глазах. Вот они пришли, у меня, как бы, и заготовок, по сути говоря, не было, и на их глазах, и это все, так сказать. Сделал все заготовки, и дальше приготовил плов. И Сергей тогда еще удивился, говорит, я, говорит, не думал, что ты все это сам будешь делать. Ну, может, там, жена приготовит, или еще как-то. Помню, в общем-то тогда, наверное, всем это понравилось. И Василию Матвеевичу. И вот я порылся, нашел снимки. Вот, и нашел, кстати говоря, снимок вот с этого. Он, наверное, пошел и в газету. Вот я стою, казан, это лук, морковь, ну, там где-то мясо, наверное. Вот я в таком виде приготовил, готовил плов. В общем-то, это было действительно интересно. А это вот Василий Матвеевич. И мы ходили на боулинг. Вот у нас была действительно такая команда. Антонина пыталась нас платить за какие-то общие мероприятия, организовывала. И мы ходили на боулинг. Вот Василий Матвеевич, я там пристроился, кстати. А вот здесь уже Соболев, Антонина, ну, и я все там же. Хорошо, вот. Что тут еще? Да, и тоже вот по вечерке нужно было сделать снимок. Я там работал обозревателем, ну, так, штатный дом назывался, обозреватель газеты «Вечерняя скола». И нужно было сделать такую заставку к моим материалам, превьюшечку такую, да. И Василий Матвеевич долго снимал. Вот почему-то ему казалось, что я должен как-то пальчиком указывать. Ну, я же обозреватель. Вроде что-то там куда-то указываю. Не знаю, что я должен был указывать. Путь, наверное, в светлое будущее. Может быть, вот такой вариант сделал. Такой вот. Такой. Да я потом их перефотографирую и выложу в этом ролике в конце. Такой. Но мне больше всего понравился, наверное, вот этот вот снимок. Я уж не помню, какой пригодился ли газета. Вот. Но. И вот здесь одна такая черта интересная, смотровская проявилась. Его вечная, скажем, неудовлетворенность. Вообще, для творческого человека чувство неудовлетворенности, наверное, очень важное. Именно для того, чтобы ты не останавливался на месте. Постоянно был в поиске. Пытался сделать завтра лучше, чем сегодня. И вот здесь, в таком локальном маленьком эпизоде, проявилась вот эта вот черта. Какая-то вечная неудовлетворенность. Не знаю, может, самим собой даже, да, Василия Матвеевича. Он десятки раз переделывал, заставлял, просил меня как-то по-другому пересесть, сесть, развернуться, повернуться и так далее. Свет куда-то там направлял. Долго мы это с ним экспериментировали. Ну, в конце концов, конечно, что-то вышло, на чем-то мы остановились. Вот эта неудовлетворенность, она сказывалась и во всем остальном. Скажем, вот когда мы на любые какие-то темы беседовали, а часто, может, там, мужики, за столом там сидим, иногда встретимся, время есть, и начинаем говорить о высокой политике. Вот я заметил, что, скажем, по советскому времени, он очень много отмечал каких-то негативных вещей, да. Он не хавил так вот огольно и целиком и полностью, да, Советский Союз, Советские Порядки и так далее. Но он находил очень много таких вещей, которые сковывали или отнимали, может быть, свободу, да, у человека личную и так далее. Может быть, какие-то были перегибы он ездил и работал на целине, и видел, как это все, в каком, даже, какими обратными методами она осваивалась, сколько было там неоправданных потерь, как человеческих, так и как человеческих, ресурсных, вот так и просто гробило зерно. Вот он об этом даже материал потом написал, некое такое воспоминание в «Оскольском крае». Материал проходил. И вот эта же неудовлетворенность у него была по отношению уже к жизни сегодняшней. Он подмечал какие-то вот вещи, ну, в общем-то, наверное, это любой из нас всегда чем-то доволен, но он мог посмотреть на какие-то события, так вот, в каком-то глобальном масштабе. И это у него получалось, и, в общем-то, ты отмечал его какую-то справедливость в его каких-то выводах, которые он делал. И, конечно, он был профессионал. Профессионал с большой буквы. Он вот эти вот секреты мастерства в себе, в общем-то, не скрывал, не таил. Он делился тем, что знал. Это вот тоже его такое свойство и качество. Хорошее, доброе. Но не так вот, скажем, что он подходил и говорил, о, ты вот как-то не то и не так делаешь. Нет, нужно, ну, это вот я так думаю, я так это видел, нужно было просто к нему подойти и спросить у него что-то. Василию Матвеевичу, расскажи, как вот здесь лучше сделать. И он обязательно, обязательно находил время и достаточно подробно, внятно, ясно все это объяснял. И вот что еще, да, он уже долго работал механическими аппаратами, был фанатом Никона и как-то вот тяжело переходил на цифру, на зеркалки цифровые. В конце концов он перешел и все равно он отмечал, что вот та старая фотография, черно-белая, она, наверное, для ее создания требовалось больше мастерства, именно фотографического мастерства, фотографических навыков. А цифра, цифра, она немножко, как он считал, разбаловала и фотографов, в том числе профессиональных. Потому что там как, щелкаешь, щелкаешь, хоть сто раз какой-то момент, а потом выбираешь что-то, наиболее подходящий кадр, и, как говорится, дело сделано. А когда вот с механическим, с механическим аппаратом, уже какие вещи, в общем-то, не проходили. Здесь уже нужно было сразу определяться со всем вместе, с ракурсом, с фоном и так далее, со всеми вещами, со светом. Нужно было сразу же, мгновенно оценить ситуацию, прежде всего, в репортажной, конечно, съемке. Реакцией нужно было обладать мгновенной. Чем он, кстати говоря, и отличался. Об этом говорят его снимки. Среди них встречаются, конечно, постановочные, но большинство это репортажные снимки. И это вот из той самой бесценной серии «Остановить мгновение», когда он смог запечатлеть именно тот кадр, который он хотел сделать, который он видел уже заранее, просчитывал. Жалко, конечно, что такой и так сложился конец Василия Матвеевича, конец его жизни. Он немножко 4 месяца не дотянул до 80-летия, но это же тут уже ничего не поделаешь. Царствие вам небесное, Василий Матвеевич, светлая вам память. Продолжение следует...